Арбуз Арбуз для консервации И арбуз с горькой мякотью, выращиваемый в Африке из-за богатых на масло семян Апылини Арбуз – однодомное растение, то есть на одном и том же растении есть мужские и женские цветки Его цветы цветут только один день У женских цветов зависть находится под цветком Это на самом деле мини-арбуз, который будет развиваться после опыления Мужские цветы расположены в конце длинных стеблей Арбуз может быть самоопыляемым, то есть женский цветок может быть оплодотворен пыльцой мужского цветка того же растения Однако перекрестное оплодотворение между разными растениями преобладает Именно насекомые, в частности пчелы, опыляют цветки арбуза Все сорта арбуза скрещиваются друг с другом, включая дикие Но они не скрещиваются с огурцом, тыквой или дыней Чтобы избежать скрещивания, два сорта арбуза должны быть разделены дистанции в один километр между ними Это расстояние может быть уменьшено в 400 метров при наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как живая изгородь Существует несколько способов получения семян разных сортов арбуза, выращиваемых рядом в саду Первый метод состоит в том, чтобы полностью укрыть сорт под противомоскитной сеткой и установить там улей с пчелами Второй метод – это укрытие двух сортов под двумя разными противомоскитными сетками и попеременное открытие-закрытие противомоскитных сеток через день Позвольте диким насекомым выполнять свою работу Производство семян в данном случае будет меньше, потому что некоторые цветки не будут опылены Третий способ – вручную опылять цветки Процесс немного сложнее, чем для тыквы и кабачков Потому что цветки арбуза намного меньше И трудно определить цветки, которые откроются на следующий день Коэффициент оплодотворения путем ручного опыления составляет от 50 до 75% Когда опыление не происходит, цветок увядает Эти три метода подробно описаны в модулях о техниках механической изоляции и ручного опыления в разделе «Основы семеноводства» Цикл развития Выращивание семенного растения арбуза, такой же, как и арбуза, предназначенного для потребления Поскольку арбузы родом из Африки, им нужно тепло, чтобы прорасти и вырасти Для лучшего генетического разнообразия рекомендуется выращивать не менее шести семенных растений Идеально было бы вырастить хотя бы дюжину растений Очень тщательно отбирайте семенные растения в зависимости от их характеристик Таких, как скороспелость, количество плодов, вкус и содержание сахара Также проверяйте их устойчивость к болезням Оставляйте растения, которые хорошо развивались, больные же растения удалите Степень зрелости семян арбуза легко определить, поскольку она соответствует моменту, когда плод созрел и готов к употреблению Извлечение, сортировка и хранение семян Чтобы собрать семена арбуза, разрежьте Порежьте его на куски и выберите семена ножом Если неподалеку есть дети, они прекрасно знают, как извлечь оставшиеся семена Затем промойте семена под водой Чтобы удалить стерильные пустые семена, поместите все семена в емкость с водой Плодородные семена упадут на дно емкости, а пустые останутся на поверхности Оставьте семена досохнуть в тени Если ваш ноготь не оставляет на семени никаких следов, это признак, что семена уже сухие Всегда помещайте в пакет этикетку с названием сорта, вида и года производства Потому что иногда надпись на пакете может стереться Положите семена на несколько дней в морозильную камеру, чтобы устранить паразитов Семена арбуза имеют схожесть в среднем 5 лет И могут сохранять схожесть до 10 лет Эту способность можно продлить за счет хранения семян в морозильной камере Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok